Сыночка я отвела в школу. Сейчас я иду по делам и хочу вам показать улицу Буйнакского. Раньше это был центр Махачкалы. Здесь все очень-очень красиво. Там море. Здесь много есть в кафе, ресторанов, аптеках. Сейчас у нас очень много приезжих, туристов. И сейчас я иду на вокзал. По делам мне нужно узнать, едет ли поезд. Пока еще ничего не буду говорить. По тому маршруту, который нам нужен. Вот у нас тут кафе в горах, аптека номер один. Также даже есть магазин ветской одежды. Союз писателей Дагестана. Кафе Арка. Дальше кафе ЗМ. Очень-очень у нас жарко. 30 градусов. Сейчас где-то у нас пол первого. И я вот сейчас дальше пешком пройдусь. Просто в маршрутках у нас очень жарко ехать. Такси тоже не лучше. Лучше пройтись по свежему воздуху. И я пешком пойду на вокзал узнавать, сколько стоят билеты, что и как. Там вам тоже поснимаем. Тут у нас реконструкция небольшая происходит. Такое здание побелили. Тут тоже делают ремонт. Бутик. Декор. Здесь Дагестанская организация. Союз архитекторов правления. Это типа ресторана «Беркут». Кстати, вот гостиница. Вот тоже старинные домики. Как раз эта вот дорога ведёт на вокзал. Тоже очень старое здание двухэтажное. Уже я приближаюсь к самому зданию вокзала. Тут как раз гостиница рядом с вокзалом находится. Вот прям как выходите в здание и гостиница-кафе. Вот сама площадь перед вокзалом. Такая красивая. Здесь у нас памятник. Похочу. До Ходаева стоит. И задаю мою самому вокзалу. Сейчас я его здесь поснимаю. Здесь у нас такая универсальная сувенирная лавка. Сейчас я как раз подойду, узнаю. По специальности движения поездов. Махачково-Москва, Махачково-Тюмень. С здания вокзала выходите, поворачиваете налево. Тут даже скамеечка и славочка, чтобы отдыхать. Мусорки. Тут везде всё предусмотрено. И сразу упираетесь в гостиницу. Вот там дальше тоже домики. Вот гостиница самая ближайшая. И кафе тут. И здесь был Сталин, кстати, в ноябре 1920 года. Вот так. Здесь. Все свои дела я уже завершила. Всё узнала. Гостиница Каспий. Напротив моря. С другой стороны Куматский театр. Вот как раз вы можете видеть туристов. Ммм, как еле пахнет сосной и морем. Просто непередаваемый запах. И ощущения такие приятные. Здесь как раз находится кафе-ресторан Чет. Прямо внизу гостиницы. Около гостиницы вообще очень много. Находится кафе-ресторан. С другой стороны кафе-эзэ. Можете наблюдать выпускников. Скорее всего в кафе-чет пришли отмечать. И вот здесь такая тропинка красивая, выложена плитами. Как раз можете видеть выпускников. Такие нарядные. В белых рубашках. В белых фарточках. Сейчас я уже на Радобском бульваре. Повезло. Кто здесь живет, четырехэтажный дом. Рассвет встречает. Красота. Здесь у нас для любителей шахмат построен. Такой, как типа теремок. И там играют в шахматы, проводят турниры. Здесь лавочки есть. Здесь очень все удобно. Ели, сосна, пихты. Розочки. Ммм, как пахнут розы. Здесь розовый и красный. Запах божественный. Очень-очень жарко. Надо в тени уйти. И желательно, конечно, в кепке. Какой-нибудь такой, чтобы сетка сзади была. Потому что просто невозможно идти дышать. Ничего. Здесь детский парк Дружба. Там различные карусели, батуты, паровозик. Дружба. Я уже на пляж спустилась. Очень много приезжих. И все они купаются. Какая вода теплая или нет, я честно говоря, не знаю. Считается детский пляж. Длиже к концу пляжа городково, где можно. А с другой стороны, там больше камней. Поэтому, в основном, мне теперь купаются с детьми. В принципе, и взрослые тоже все купаются. Тут очень чисто берег. И когда заходишь в море, камней нет. Детики поют. Воздух здесь шикарный, морской. Прям пахнет водорослями, морем. Вода очень даже холодная. Но люди купаются. Так что я считаю, что рано открывать купальный сезон. Вот лодка от ЧАЭС Дагестана. И море мое любимое. Как свет красиво бирюзовывает. Вот загорать, да. Только, конечно, лучше после четырех. Сейчас солнце опасное. И там фиолетовые лучи сжигают. Надо крутиться, а не стоять. Вот как они стоят. А сгореть можно. Так что если надумаете, приезжайте обязательно в Дагестан. Вы не пожалеете. Если какие-то будут вопросы, можете задавать их в комментариях. Чем смогу, тем помогу. Также могу посоветовать хороших туроператоров в самой Махачкале, которые едут с туристами. Шулакский каньон, Дербент, Зубутли, Миятли, Хучни, Наранхалан. Это крепость Дербент. И в разные точки Дагестана, где вы будете наслаждаться воздухом, нашим дагестанским гостепинством. И местами очень и очень красивыми. Один флагский каньон чего стоит. Так что, как говорится, милости просим. Решила я зайти. На Радобском есть кафе семейное на втором этаже. Очень здесь красиво. Вот как раз меню. И могу вам пройтись по меню. Чтобы вы видели, сколько что стоит. Закуски. Но это, я не знаю, кто пьет пиво, наверное. Мучное. Аварский хинкал. Чудо. Разное. С зеленью, с творогом, с мясом. Дергинская. И пицца. Также здесь есть десерты. Очень хорошо, что тут есть комната отдыха матери и ребенка. Я заказала молочный коктейль и салат Цезарь. У нас очень жарко. Более комфортно в тени. Также еще есть внизу столики и также на поляне. Если кафе полное, то там тоже выставляют столики. Это ресторан Ферузо, по-моему. Дальше там кафе. Ресторан Капри. Так что, кто приезжает, имейте ввиду. Мне принесли салат Цезарь. Такой вкусный. И кактейль молочный. Кстати, хочу сказать, тут очень хорошие порции. Большие. Для меня одно это очень много. Огромная такая тарелка. Во. Субтитры создал reindeerzil 헤 iffy. Большеです.